Интервью на телеканале 24КЗ. Я Ида Хамзина. Здравствуйте. В этом году Казахстан готовится стать центром международного внимания, принимая у себя игры кочевников в сентябре. Это событие, насыщенное культурой, традициями и спортом, не только покажет богатое наследие нашей страны, но и объединит народы, чьи корни уходят глубоко в степные пространства Центральной Азии. Сегодня у нас в гостях Найль Нуров, руководитель дирекции по подготовке к пятым всемирным играм кочевников, который расскажет нам об ожиданиях подготовки и значении этих игр для Казахстана и всего мира. Я приветствую вас в студии. Добрый день. Осталось совсем немного времени. Как идет подготовка? Да, чуть более 50 дней осталось до старта пятых всемирных игр кочевников. Все идет по плану. Подготовка вышла на финальный этап. Практически сейчас уже на некоторых из семи объектах мы уже начинаем то, что называется последнее приготовление, установку спортивного оборудования, оформления. Останчане, гости нашей столицы наверняка уже видят, что город погружается, глубоко погружается в тему игр. Улицы украшаются билбордами, малыми архитектурными формами. То есть еще будет, еще будет, еще прибудет. Вот это все создает такую праздничную, очень важную, такую интригующую атмосферу ожидания, праздничного ожидания. Давайте кратко еще раз. О чем эти игры и почему в Казахстане? Игры кочевников – это, знаете, такой набирающий, набирающий серьезный оборот, международный проект, который удивляет сегодня очень многих спортивных специалистов, экспертов, вот именно своей динамикой роста. И в первую очередь, динамикой роста интереса людей, народа и не только, так скажем, активных спортсменов к этому проекту. Потому что, я еще раз говорю, первые игры состоялись в 2014 году на озере Иссык-Куль. И за это время количество спортсменов, принимающих участие в играх, оно утроилось. Количество стран, принимающих в играх, оно просто поражает уже. Сегодня мы имеем подтверждение от 90 стран. То есть 90 стран сегодня заявили о своей готовности принять участие в играх. Это хороший знак? Вы знаете, это хороший знак, это очень хороший знак. Это говорит о том, что во всем мире растет и ширится интерес именно к национальным этническим видам спорта. Это очень такая большая победа тех, кто стоял у истоков этих игр. Да, то есть ничто, пожалуй, не заменит нам наши классические олимпийские виды спорта. Сегодня кто-либо, ему будет тяжело оспаривать тот факт, что футбол является спортом номер один. Но в то же время наши игры показывают, еще не начавшись, они показывают, что интерес к этническим национальным видам спорта бьет рекорды. Вот это, пожалуй, самое важное. Для нас, для Казахстана, очень важно и почетно находиться сегодня в эпицентре вот этого, так сказать, бурлящего потока. Очень важно сегодня показать, что игры кочевников – это те спортивные активности, у истоков которых стояли наши предки. Они сегодня не просто, так скажем, забываются, а наоборот, они сегодня переживают, если можно так сказать, ренессанс. И вот это главное достижение, главное достижение наше. Есть еще очень много смыслов, в коротком эфире это не перескажешь, но один из важных очень элементов, о которых мы раньше не говорили и которые мы увидели по ходу подготовки к играм, а это то, что сегодня очень многие страны, так сказать, изменили свое отношение к своим национальным видам спорта. Даже в нашей стране, даже в нашей стране национальные виды спорта находились на задворках, на задворках интереса государства. Возьмем пример яркий Киргизия, которая, собственно, первая описала и провела игры. На момент проведения первых всемирных игр кочевников в Киргизии не было государственного органа или общественной организации, не правительственной организации, которая бы занималась развитием национальных видов спорта. Сегодня, естественно, ситуация совсем по-другому выглядит. В Казахстане есть? В Казахстане, да. Сегодня в Казахстане Ассоциация национальных видов спорта, которую возглавляет Исламбек Солжанов, то есть сегодня она не просто на слуху, сегодня одна в лидерах. Сегодня в нашем министерстве одним из самых, скажем, крупных, важных предприятий является клуб национальных и конных видов спорта. И практически сегодня, не скажу, что во всех регионах нашей страны, но это очень активно сегодня развивается. И я думаю, что в ближайшие годы в каждом областном центре нашей страны будет региональный клуб национальных видов спорта, который будет финансироваться из местного бюджета. Вот это вот мы считаем одним из важнейших смыслов по организации наших игр. Это создание организационной платформы для вот такого, знаете, очень важного такого семимильного развития национальных видов спорта, ну и, конечно же, популяризация среди населения, популяризация в первую очередь среди детей. То есть наши игры, пятые игры, они должны дать стране новых героев. Но для наших детей, для нашей молодежи новых героев, которые потянут за собой, потянут детвору в первую очередь в спортивные секции, которые будут влюблены в спорт, национальный спорт, и станут их основными амбассадорами. То есть такой мультипликативный эффект. Он очень большой, он очень большой. Я еще раз говорю, все смыслы не описать. То есть, может быть, в ближайшем будущем как раз-таки появятся секции по национальным видам спорта, их станет больше. В прошлое наше интервью мы говорили об инфраструктуре, о том, как готовится столица принять такое количество людей. Вот вы говорили, назвали цифру 2500, и вот только что сказали о том, что количество растет, интерес растет. Да, вы знаете, мы уже бьем такие организационные рекорды и расходы, тоже такая, знаете, оговорка по делу. Потому что мы планировали порядка 2500 спортсменов принять, организаторов спорта. Сегодня мы имеем 3500 предварительных заявок. Мы их сейчас обрабатываем, мы это все, так скажем, анализируем, мониторим на предмет, так скажем, объективности. Вот, то есть там будет определенная выбраковка. Но тем не менее, выбраковка я называю повторяемость некоторых заявок, потому что там многие спортсмены заявляются по всем видам спорта. И вы знаете, мы столкнулись с таким фактом, знаете, когда спортсмены из зарубежных стран присылают заявки по несколько раз, до 10 раз. Мы подумали, зачем они это делали, потом поняли, они просто боятся не попасть на наши игры. Они так перестраховываются, да, вот это я называю выбраковкой. Поэтому, да, вот это вот количество, значит, оно уже рекордное. Но мы не сомневаемся, что мы сможем принять всех, кто действительно стремится попасть на наши игры, стремится показать себя, значит, проявить свои лучшие качества. Вот, мы очень будем рады видеть всех, кто привезет с собой не только спортивные какие-то, так скажем, не только свое спортивное мастерство, но мы очень приветствуем делегации, которые везут с собой спикеров на научную программу. Мы также очень рады тем странам и делегациям, которые везут с собой творческие коллективы, которые также, как вы знаете, являются, культурная программа, являются официальной частью, официальной программы пятых всемирных игр кочевников. То есть сегодня мы в таком очень интересном этапе находимся, да, то есть когда вот формируется окончательная картина, вот, и она вырисовывается очень симпатичной. Научное направление. Казахстан, я так понимаю, впервые вводит в подобного рода мероприятия. Вот, что это значит? Да, вот, когда говорят и спрашивают, в чем уникальность игр кочевников, да, это вот, в первую очередь, это формат. Формат, который официально задает официальный статус не только спортсменам, участникам игр, но и также тем, кто участвует в научной и культурной программах. То есть вот это вот три составляющих проекта, это вот одна из таких уникальных, да, черт или характеристик нашего проекта. Естественно, что, значит, казахская наука, она достаточно глубоко и уже достаточно давно изучает проблемы, так скажем, да, культурного наследия нашей страны, наших территорий, да. То есть мы преуспели в изучении, там, вопросов алтаистики, да, то есть множество других тем очень интересных, вот, и наши ученые принимали участие во всех предыдущих четырех играх с докладами, с участием в дискуссиях научных и выглядели очень ярко. Вот, сейчас, находясь на нашей территории, естественно, сегодня наши ученые очень серьезно готовятся, так же, как и спортсмены. Вот это очень интересно сейчас наблюдать, да, потому что, естественно, нужно показать то, что называется, лучшие достижения, лучшие изыскания, да. То есть я уже и в прошлый раз говорил, мне очень интересно, и я с нетерпением жду сессии и презентации научной темы питания кочевников в Центральной Азии. Вот, здесь очень много интересного для меня, в том числе и для профессионального спортивного менеджера. То есть научная программа будет, еще раз говорю, представлена очень широко. Сегодня мы имеем представление о предложении от спикеров из Швейцарии, Монголии, США, Британии, Великобритании. Вот, то есть это будет очень интересная научная дискуссия. Что касается прозрачность процесса, судейства, как это будет организовано? Прозрачность, вы знаете, да, это очень широкое понятие, да, то есть и в части организации игр, да, и в части, значит, финансирования, и, естественно, в части судейства. Это очень важно. Мы не скрывали и всегда говорили, что в части судейства, значит, что наши игры, они должны избежать каких-либо конфликтов. Скандалов, да, связанных, не дай бог, с какой-то необъективностью. Мы не скрывали и не скрываем, что да, мы ждем очень успешного выступления от наших спортсменов. Если бы у нас не было этой амбиции, то есть, ну, наверное, бы не стоило бы с этим связываться, наверное. Естественно, эти здоровые амбиции присутствуют у наших спортсменов и у организаторов. Вот, но мы говорим, нам не нужна победа любой ценой. Вот это вот прям мы себе сказали, да, то есть в первую очередь себе. То есть нам это не нужно, да. Вот, поэтому мы сейчас очень, так скажем, внимательно подходим к формированию судейского корпуса. Да, главным судьей будет назначен гражданин нашей республики, как страны-организатора игр. Но в каждом виде спорта будут присутствовать зарубежные рефери. Каждой стране, каждой команде предоставляется право привести с собой своего судью спортивного. Это обеспечивает представительство, это обеспечивает вот ту самую прозрачность. Вот, поэтому я думаю, что наши игры будут достаточно объективными. Но это спорт, это спорт. Мы сегодня видим, да, что даже в таких супертехнологичных видах спорта, да, с точки зрения обеспечения объективного судейства, как вот футбол, да, и даже там с такой технологической поддержкой все равно бывают какие-то огрехи. Кстати, я хотел сказать нашим зрителям, что мы тоже не отстаем от, так скажем, ведущих видов спорта. То есть не нужно думать, что национальные виды спорта – это что-то такое очень архаичное, да, значит… Только на праздниках демонстрируют свои силы. Да, то есть вот такое все. Сильно попахивающие палеолитом, да. Нет, сегодня на соревнованиях по, допустим, по конным видам спорта в Байге, да, то есть мы будем применять самое современное метрическое оборудование. То есть каждая лошадь будет, значит, обеспечена, значит, специальными транспондерами, которые дают очень точное понимание скорости бега. Вот. На соревнованиях по Кокпару будет применен ВАР. То есть мы в этой части не отстаем. То есть будет возможность просмотреть спорные моменты и так дальше. То есть вот это все, вот это все как бы дает, вселяет уверенность, что игры будут достаточно честными и прозрачными. Определились ли фавориты нашей сборной команды? По каким видам спорта? Мы сейчас, сейчас уже, так сказать, в финальной стадии находится подготовка наших спортсменов. То есть заканчиваются учебно-тренировочные сборы, скоро начнутся тестовые соревнования. Вот. Окончательно состав нашей сборной еще по многим видам спорта не определен. Это, кстати, говорит о нормальной конкурентной борьбе. То есть это, ну так скажем, да, вот это одна из объективных, да, таких ситуаций, да. То есть до последнего спортсмены имеют возможность попасть в команду, проявить себя. Вот. Традиционно, традиционно мы рассчитываем на высокий результат в Казахша-Курес. Также мы, значит, рассчитываем на медали и в других видах борьбы, в том числе в узбекской Алыш, в турецкой Гуреш и так дальше. Да, естественно, в Байге это наш, прям, так скажем, особый фаворит. Мы рассчитываем здесь на большое количество побед и призовых успехов. Вот. Конечно, я думаю, вся страна будет болеть и уже готовится за нашу команду как паристов. Ребята сегодня готовятся очень серьезно. Вот. Но в любом случае, в любом случае интрига, она сегодня не просто присутствует, да. То есть если кому-то кажется, что я-то где-то слышу, а, ну, наверное, там уже все места поделены, ну, ничего подобного. Поверьте мне, поверьте мне, вот в нашей команде, в нашей делегации присутствует такой здоровый, здоровый спортивный мандраж. Я прошу прощения за такую лексику, это спортивная лексика. Вот. Без этого нельзя. То есть любой спортсмен, как и артист, который выходит на сценические помостки, также и спортсмен всегда волнуется, переживает. Вот. Поэтому и наши ребята переживают. Вот. Потому что, конечно, хочется выступить очень хорошо перед своими зрителями. Ну, учитывая, какая аудитория собирается, вы упомянули о прозрачности бюджета. Что вы скажете по поводу критики в отношении финансирования пятых всемирных игр кочевников и вот сказавшиеся паводки на сокращение этого бюджета? Ну, относительно финансирования, бюджетирования игр критики не было. Это не совсем так. Я уже говорил об этом. Это объективная цифра. Значит, бюджетная заявка на игры кочевников составляла изначально 8 миллиардов тенге. Вот. И даже вот изначально эта цифра, она была в 20 раз меньше, чем бюджет седьмых зимних азиатских игр, которые проводились в далеком 2011 году. И в 5 раз меньше всемирных зимних студенческих игр 2017 года. То есть изначально бюджет наших игр был очень прагматичным. Никаких излишеств, никаких расходов на представительские расходы, что там обычно бывает, повышенные расходы на рекламу и так далее. То есть ничего этого не было. То есть я всегда привожу пример. Он меня на самом деле не очень радует. Если в дирекции азиатских игр работало 600 человек, а в дирекции универсиады 400, то сейчас у нас 57 человек. То есть вот это о многом говорит. То есть мы изначально подходили достаточно рачительно к финансированию. Но тот экологический кризис, который случился весной, естественно, он ударил по всем социальным, международным, политическим проектам, которые реализовывались в нашей стране. Естественно, мы никогда игрокочевников не позиционировали как нечто что-то особенное, то есть избранное и так дальше. Мы часть нашей страны. То есть мы часть нашей экономики, социальной политики. Поэтому мы абсолютно нормально и дисциплинированно восприняли поручение главы государства, несмотря на консервативность нашего бюджета, его сократить. И это нам стоило немалых усилий. Но тем не менее мы сократили 1,7 миллиарда тенге. То есть мы отказались от некоторых видов спорта, мы отказались от показательных видов, мы сократили культурную программу, мы сократили еще расходы на рекламу, какие-то организационные вопросы. То есть поджали очень серьезно. Но тем не менее, вот в этот момент я, конечно, должен, обязательно должен сказать о бизнесе, о людях, которые очень правильно отреагировали на эту ситуацию. Еще изначально, когда впервые глава нашего государства сказал о том, что наша страна получила право на проведение пятых всемирных игр кочевников, уже тогда в своем первом выступлении глава государства сказал о том, что бизнес должен обязательно очень активно принять участие в этих играх. И вот когда случился вот этот кризис экологический, когда произошло секвестирование, нас очень серьезно поддержал бизнес. И я сегодня хотел бы с благодарностью произнести имена Умытша Ахметова, Ярки Булана Ильясова, Кабаева, Каната. Это наши очень большие, серьезные бизнесмены, которые сегодня очень помогают в проведении игр. И мы практически за счет их помощи смогли сбалансировать бюджет. И сегодня у нас нет опасений, что какие-то расходы мы не сможем понести. Вот тем более, смотря на то, что поток заявок не иссякает, хотя 15 июля официально завершен прием заявок на участие в играх. Трансляция будет организована? Да, трансляция будет. Это очень важно. Это очень важный инструмент. То есть опять-таки популяризация игр. Сегодня определен национальный брод-хост-вещатель. Это ТРК Казахстан. Это также наш ведущий канал Казспорт. А другие еще наши каналы. То есть это, знаете, такая большая командная работа, насколько я это понимаю и знаю. То есть трансляции будут транслироваться все виды спорта. И наши поклонники национальных видов спорта, которые не смогут приехать в Астану, в любом случае смогут это увидеть по телевизору. Спасибо большое за подробное интервью. Я желаю нашей стране провести достойно это серьезное международное событие. На этом наша программа подошла к концу. Я прощаюсь с вами. До следующих встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова